Еще несколько недель таких каникул и магазин продуктов «Просрочечка» станет актуальным не только для российских пенсионеров, но и для большинства населения страны. 1 ноября на заседании Координационного совета Попова открыто так намекнула, что одного инкубационного периода, а это как раз уходящая неделя, для стабилизации ситуации не хватит. Впрочем, коснется это не всей России. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Итак, карантин может затянуться, но не в Москве. Так кто бы сомневался, особенно если вспомнить опыт прошлого года, когда официально локдаун был завершен, но главы отдельных регионов продолжали накручивать его в ручном режиме, ориентируясь на настроение горожан. Что-то подобное, похоже, ждет и в 2021. На момент записи программы стало известно, что власти Новгородской области уже продлили ограничения еще на неделю, то есть до 15 ноября. Там, кстати, каникулы начали действовать и на неделю раньше, чем в остальных регионах. Последовать примеру флагмана собираются Ульяновская и Амурская области, а также Республика Коми. Но, друзья, знаете, что лично меня удивило больше всего? Факт, что с ростом вакцинации значительно увеличивается и рост заболеваемости, а вместе с ней и количество людей в черных плотных пакетах на молнии. Что это? Совпадение? Не думаю. Я знаю, что некоторые из вас сейчас скажут, «Очнись, Юля, прививка от кори не вызывает корь!» Но лично у меня был другой пример. Я никогда не прививалась от гриппа, а в 2015-м рассудок помутился, и я сделала прививку. В первый и последний раз. Ровно через две недели я лежала с температурой 39, и в буквальном смысле слова умирала. И знаете, тогда врачи мне тоже сказали, «Не умерла же!» Заслуга прививки. Ничего подобного ни до нее, ни после меня не настигала. Опять совпадение? Ну вот опять не думаю. Такое ощущение, что не во всех случаях организм способен выработать иммунитет, и человек получает обратное действие, что по всей видимости происходит и сейчас. Кстати, массово от гриппа россиян начали прививать в 1996-м, но от вспышек заболеваемости весной и особенно осенью нас это не спасло. И грипп все равно с нами. Но вернемся к нашим нерабочим дням. Кто же все-таки победит? Песков, который уверял, что продления каникул не будет, или Попова, которая настаивает на том, что для победы недели мало. Лично я верю Пескову, если он сказал, что продления не будет, значит каникулы точно продлят. Непонятно только кто в этом случае будет оплачивать нашу еду, коммуналку и кредиты, потому как в большинстве своем работодатель обычно неохотно идет на оплату чужого банкета за свой счет. Поэтому ты либо вынужден работать, либо собирать смс-ками себе на хлеб. Хотя справедливости ради отмечу, что в начале недели в Совете Федерации предложили давать 10% скидку на коммуналку при вакцинации. Живем, ребята, все для нас. Вы хоть понимаете, что и вирус это тоже благо, как говорила небезызвестная Малышева. Ну, посудите сами, вход в торговые центры для нас закрыт, деньги целее будут, вход в рестораны ограничен, фигуру сбережем. Скидки и подарки за вакцинацию обещают, а мы все ноем, что наше государство нас не любит и не уважает. Стыдно должно быть, дорогие мои россияне. Правда, кому должно? Непонятно. В конце концов, нас же просто посадили на каникулы, а не уличные грабежи и разбои легализовали. Вот тогда мы бы точно остались дома. И вот это был бы уже беспредел. А пока так, баловство и загоны для лошадей, чтобы не вакцинированные прошли исключительно за гречкой и туалетной бумагой. И не дай бог не свернули за шерстяными варежками. Но, как известно, там, где действию не подключается разум, побеждает идиотизм. Друзья, я напоминаю, что вы смотрите Вести без Киселева, но на нашем канале Ермак Медиа уже завтра появится новый выпуск новостей. Не пропустите. Ссылку оставим в описании. Если партия прикажет ходить, строим, пойдем, строим. Если прикажет под себя, на этой неделе свою развязку получила громкое дело единоросса Евгения Марченко. И его таки исключили из партии. Я напомню, Марченко – это депутат, проголосовавший против бюджета, согласно которому правительство режет расходы на медицину, соцподдержку и экономику более чем на 600 миллиардов рублей, при этом отправив их на финансирование правоохранительных органов. В результате чиновник был отправлен в комиссию по этике, а после затоптан медведями с бело-голубого флага. Позицию партии на этот счет озвучил секретарь генсовета Андрей Турчак. Он заявил, что все члены партии обязаны поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение и голосовать против недопустимо ни одному депутату Единой России. Опачки! А вот оно и стадное чувство. Пастух сказал «блеять» значит «блеять». Вы понимаете, о чем речь? Что своего мнения в России нет даже у народных избранников. Им сказали «голосуем за повышение пенсионного возраста». Они и голосуют. Только вот вопрос, а зачем вообще голосовать, если голосовать против нельзя? И тут как бы сразу становится понятным и очевидным, почему Единая Россия так рьяно борется за певцов и спортсменов. Да просто потому, что умные им не нужны. Им нужны послушные и молчаливые, думать за которых будут другие. А Марченко в эту картину мира не вписался, за что и получил условно-досрочное лишение депутатской жизни. Справедливости ради замечу, что без личных обид на том голосовании все же не обошлось. Но напомню, что Марченко – это тот мужик, который в августе этого года предложил снизить норму прибыли застройщиков до 20%. Это, по словам депутата, помогло бы снизить цены на новые квартиры примерно в два раза. А еще ранее Марченко подготовил законопроект, согласно которому у каждого жилого комплекса должен быть свой детский сад, школа и социальная инфраструктура. Ну то есть понятно, да, что после того, как бывший единорос залез в карман застройщиков, сидеть в партии ему бы не дали и так. Ну а тут как раз и повод нашелся. Кстати, теперь партийные органы намерены усилить контроль за фракционной дисциплиной, дабы не повторить опыт с Поклонской и Железняком, которые проголосовали против пенсионной реформы. Ну и исключить проникновение в партию таких, как Марченко. Короче говоря, теперь вы поняли, если перед вами депутат из Единой России, то он обязательно кум Королю сват министру. В противном случае будет гол как сокол. Здесь двух мнений быть не может. Известная фраза «государство не просило вас рожать» на этой неделе получила свое продолжение. И вновь из женских уст. Но давайте все-таки требовать и от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать. Но тем не менее, наверное, надо было в том числе и думать о том, как ты будешь жить после 55-60 лет. Та-дам! Ну что, не ожидали? По-моему, это 2-0 и явно не в нашу пользу. Ну, потому что сначала государство активно стращает нас налогом на бездетность, а затем напоминает, что рожаем мы исключительно для себя. В 18 лет тоже государство напоминает нашим сыновьям о том, что неплохо было бы отдать долг родине, который ребенок, в общем-то, и не брал. А в те же 30 на того же ребенка государство собирается повесить несостоявшегося пенсионера. Да знаете, что после этого скажут нам наши дети? Мама, а я не просил меня рожать. И чё? Чё делать-то будем, а? Да мы к пенсии даже с ипотекой не успеем рассчитаться, а тут уже и белые тапочки подвезут. А государство, как и прежде, никому и ничего не должно. Может быть, мы уже напомним ему, что само как таковое, оно не генерирует прибыль. И все пенсии складываются исключительно из наших налогов. А если пенсионер до часа икс не дожил, то денежки его ребенком не наследуются, а остаются в кармане того же государства. Ну, и где справедливость? И это при том, что своим проходом в Думу медленно обязана именно пенсионерам, облизав их и делая ставку на их голоса, она так просто взяла и за деньги отправила своих избирателей к их же детям. Впрочем, я даже понимаю, почему. Кама рядом. Ключик, пожалуйста, если не стало воды, за ключиком пошел. Все под носом. Садик под носом. Школа под носом. Баня под носом. Это вообще райское место. Отопление есть. Все сделали. Только нет горячей воды. И нет у нас газа. Газ в баллонах, кто-то на тытках. Вот. Жить можно. Какой доход можно считать нормальным для хорошей жизни? Мне хватает пенсии 10 тысяч на все. На коммуналку на все. Даже проблем нет ничего. Понимаешь? Мне вообще доход не интересует. Мне все в жизни есть. Вообще не интересно мне это. Позже медленно попыталась оправдаться, что имела в виду только тех детей, которые в состоянии обеспечить своих родителей. Но у меня вопрос. А какого хрена их родители всю жизнь платили налоги, чтобы потом сидеть на шее детей? Вы, женщины, или крестик снимите, или трусы наденьте. По-другому говоря, или налоги отмените, или выдайте пенсионеру все ему причитающееся. А пока вся эта ситуация вызывает очень много вопросов. И жаль, что не у следственного комитета и не у прокуратуры. Но у меня на этом все, друзья. Я хочу напомнить вам, дорогие мои, что в эпоху заразы и пандемии необходимо обязательно носить маску. От вируса она, конечно, не спасет. Но если вдруг прогуливаясь с любовницей, вы встретите жену, то рискуете оказаться незамеченным. Это, конечно, была шутка. Цените друг друга. Увидимся завтра. Всех люблю. Пока-пока.